Уступки. Когда даем чему уступки и изменяем грех, проступки, жизнь погружаем в суету, все меньше Господу Христу. Реже ходим на служение и проявляем осуждение. Все это говорит о том, на сговор с временем идем. И будем помнить, что пожнем за то, что Богу не служило, за рамки Слова выходило. Хочу порассуждать я с вами, как враг окольными путями хочет Христу помочь служить, стараясь нас уговорить, чтобы у Него мы брали в долг или просто даром, под залог. Служение Богу применяли и мерзкими пред Богом стали. Примеров в жизни очень много. Раньше судил Бог очень строго. Теперь другие дни настали. Суды на время замолчали. Но Божий суд скоро грядет. И кто что сеял, то и пожнет. Погибель всех лукавых ждет тех, кто двойную жизнь ведет. Наш Бог, Он очень свят и строг. Не терпит никакой подлог. Все, что Господь не вдохновил, Он в слове строго осудил. Надав, Иавиуд служили. Огня в кадильницы вложили. Пришли пред Господа предстать. Молитву за народ свершать. Но Божий суд их поразил. Огонь от Бога попалил. Лишь потому, что нарушали устав Господень о служении. И применили при курении для Бога чуждый фемиам. Какой придумал каждый сам. Быть может, лучше он курился. Приятный запах в храме лился. Другой огонь Бог запретил. И потому их поразил. Израиль часто искушался. Богам народов предавался, которые их окружали. И мерзкими пред Богом стали. За грех Бог в плен их предавал. И тяжко там народ страдал. Припоминаются те дни. В великом бедствии они стену и храм сооружали. Перенося одни печали. Враги все время им мешали. Людей различных подсылали. Работы прекратить желали. И всячески им угрожали. И с хитростью к ним подходили. Свою им помощь предложили. Мы с вами будем строить храм. Вы разрешите только нам. Из всех своих коварных дел враг в этом деле преуспел. В среду святых он проникает. И им помочь всегда желает совместно Господу служить. И чудеса вместе творить. И учит он людей молиться. Облечь всех силою стремиться. Дабы все, все силой обладали. А сами бедные не знали, что это чуждый фимиа. Который враг придумал сам. Христос ученикам сказал и в слове ясно написал, что много будет христиан из разных городов и стран, которые не знают Бога. Хотя чудес натворят много. Но если их Христос не знал, то кто через них все совершал? Конечно, дьявол помогал. Он чудеса через них творил. И ложный мир в сердца дарил. И радуйтесь им говорил. Они устами Христу пели и поплясать в церквах умели. Мирскую музыку играли и говорят, что прославляли величие Бога в этом пении. И в диком хохоте, в служении нам забывать никак нельзя, что мир и Бог несовместимы. И миром будем мы гонимы. И что мирское и служение пред Богом мерзость, запустение. Мир все должны мы побеждать. Это победа благодать. Через веру мир мы побеждаем, как только на Христа взираем. Мы в мире так, друзья, живем, как корабли в море плывем. Вода способствует нам плыть и к целям дальним доходить. Но если внутрь вода зайдет, корабль на дно сразу пойдет. Когда мирской волны среда проникнет в церковь, как вода, во внутренность церквей войдет, Господь от церкви той уйдет. Мир будет в церкви проявляться, а все святое умолятся. Останутся лишь только здания, а от церквей одни названия. когда храм Божий совратился и в дом торговли превратился, хотя в нем жертвы приносились, молитвы к Богу возносились, Бог больше в нем не обитал. Пустым для Бога храм тот стал, так никогда Христос сказал. храм сорок лет еще стоял и внешне службу совершал. Для мира церковь первый враг и надо Божий иметь страх. Все силы надо напрягать, от мира церковь ограждать, впрямую церковь не сразить. Но если миром заразить, то церковь потеряет силу, станет пригодна лишь в могилу. Ты носишь имя, что живой. Христос сказал церкви такой, но смерть церковь наполняет, что с миром под руку шагает. когда народ шел в Ханаган, возле Магава стоял стан. Вораг проклясть их захотел, чтобы он сразить его сумел. И Валаама он нанял, чтобы тот народ Божий проклял. Проклясть его не получилось. А вот что с ними там случилось. Он посоветовал сродниться и через это оскверниться. На них гнев Божий воспылает. Израиль силу потеряет. Тогда он сможет победить. Сынов Израиля сразить. Но Финеес тогда восстал и гнев Господень удержал. А сколько это повторялось, чтобы семья Божия смешалась. Если б не Бог их защищал, давно б Израиль потерял себя, как нацию живую, через жизнь греховную, мирскую. Сегодня с церковью борьба. Ее решается судьба. Мир явно в церковь проникает и совратить ее желает. Чтоб церковь с миром с ним сроднилась и к святости, чтоб не стремилась. Не обличался больше грех. Приятно было, чтоб для всех духовность церкви вытесняем, а пышность службы применяем, чтобы привлечь церковь в народ все, что угодно идет в ход. Полно стратегии мирской и внешней логики плотской. Сегодня церковь омирилась, к среде привыкла, с ней сдружилась, и в практику богослужения внедряет все увеселения. В ней барабаны застучали, и ритмы мира зазвучали. До такой мерзости дошли, что танцы в церкви завели. А внешности и речи нет. Чтоб не смотреть хоть туши свет. Какой ужасный фимиан с мирским огнем курица там. И все это во имя Бога. Осудит Бог все это строго. Бог наш ревнитель и святой не черпит мерзости такой. Через пророка Бог сказал, когда Израиль отступал, что празденство и тайный грех ужаснее для Бога всех других грехов, что Он творил. О, лучше двери затворил и больше жертв не приносил с грехом, чем Бога прославлять и гнев Господень навлекать. Чем выше наше положение, тем и святей нужно хождение. Нам с миром цель не по пути. Нас Бог призвал за Ним идти, а мир за дьяволом идет, он что посеял, то и пожнет. А всех святых обитель ждет, их Бог на небо заберет. Нам нужно так стараться жить, чтобы с грешным миром не дружить, хоть может трудно для кого, заслуживает цель того, чтобы на земле изгоем быть, мир побеждать, Христа любить. Оставить грех Бог призывает, очистить от греха желает, Христовой кровью омыть и всех, всех как волну убелить. Аминь. христа христа христа